Доброе утро, ребят! Илюха нам купил мороженое, мы едем на второй машине, вот я, как всегда, в крутой кепке, которая мне не идет. Он сегодня опять заработал 25 центов. Я сегодня заработал, кстати, опять 25 центов, но об этом в сторис. И Илюха купил нам мороженое, все едем в аэропорт, сейчас будем смотреть, что будет дальше. Квест начинается. Так, ну что, мы прошли эту мучительную процедуру. Покупка багажа, получение билетов без айди, тут все без айди, у них краш-систему, то есть ты реально ломаешь систему, все ходят с айди, там паспорта максимум, ну вообще, как правило, у всех карточка, да, там фото айди. Короче, если у тебя нет, все, краш-систему, они не понимают, что делать, и начинается какая-то суета, короче, ну, в принципе, все, наверное, заняло полчаса, минут сорок. Нас опять всех обшмонали, рюкзак мы полностью обшмонали, там, каким-то этим, какой-то палкой там, ну, короче, наклейками какими-то, ну, типа ищут, что запрещенного в нем. Вот, Дашкин в этот раз, кстати, не смотрели, но обшмонали, нас всех все равно, короче, отдельно отвели, вот. Ну, в принципе, мы прошли, все, мы теперь ждем посадки, у нас пересадка в Далласе, и уже там один час пересадки, и оттуда мы уже летим в Лос-Анджелес. Короче, приключения продолжаются, сперва нас почему-то вызвали по микрофону, мы подошли, ничего не понимаем, забрали наши билеты, выдали новые, но тут места, все дела. Теперь нам говорят, короче, вышел пилот корабля нашего, ну, вот, он вышел, говорит, все, типа, ну, ого, типа, все закончено, короче, все, у тебя стоит, короче, в очередь люди, короче, то ли посадка все, то ли в самолет больше людей не влазит, непонятно, короче, всех отправляют назад, реально, стоят люди, что происходит, непонятно. Короче, реально, теперь людей, сперва посадили в самолет, почти 90% загрузилось, их сейчас всех выгоняют с самолета, как я понял, причина, якобы, слишком много топлива в самолете, что-то, короче, связано с топливом в самолете, короче, всех назад, типа, и, видимо, рейс переносится, а у нас всего час пересадка начинается, у нас далось всего час пересадки, чтобы вы понимали, да, языка мы не знаем, но как-то умудряемся во все это влезать, понятно. С горем пополам, с задержкой на полчаса примерно, все-таки мы идем на посадку, что-то не говорят, говорят, все стоят, я просто пошел, я говорю, don't understand, окей, окей, темно, проблем, посадил нас на самолет, мы пошли на посадку. Ай, о, самолет, у нас 8Е, я у выхода, а ты посиди, нет, окей, так, ребят, мы прилетели в Давос, штат Техас, когда прилетели, узнали, хоть что это за штат, сейчас находимся в аэропорту, нас и задержали, но оказывается, это тот самый рейс, на котором мы летим дальше, то есть это тот же самый самолет, так что все нормально, оказывается, что даже чуть-чуть времени есть. Все, ждем вылета, буквально там 10 минут, нам поменяли билеты, я попросил, together, да, теперь мы знаем, что-то вместе, вот, все, ждем вылета, в Санта-Анна, аэропорт Санта-Анна, короче, Лос-Анджелес, у нас, короче, самые последние места в самолете, так выглядит, ну, хотелось бы вам показать, конечно, но как это сделается, полностью битком ведь занят, так, ну что, мы в Лос-Анджелесе, пойдем искать багаж, багаж мы пропустили, он куда-то уехал, Дашка побежала его забирать, но нас встретил, знакомьтесь, зовут Юрий, сегодня мы едем к нему в гости, он буквально вчера нам написал, и знаете что, это единственный человек здесь, который реально нас выручил, потому что произошла ситуация, о которой я не говорил, мы договорились с парнем, у которого снимем здесь квартиру за 1600 долларов, и он слился, он то есть спират сказал, да, все нормально, завтра полетайте, потом написал, Юрий, мы созвонились с ним, договорились, и написал тот парень, у которого должны были жить за 1600 долларов, я попытался поторговаться, потому что у меня, говорю, таких денег нет, и он говорит это, потом написал, говорит, все, адьес, типа извините, я уже сдал, так что, если бы сегодня не Юрий, то я не знаю, где бы мы жили, все, Дашка забрала чемодан, пойдемте, короче, мы приехали к ребятам, у них здесь какой-то зверь, видите, оно еще шевелится, я думал, это для рыбалки, черви, но говорят, нет, это короче, у червей другая раскраска, ладно, это короче, змея, зовут его, ее, ребята тоже не знают, в магазине продается, типа, как я обзор делал на магазин, тоже ребята пришли, решили взять, говорят. Со вчерашнего вечера, сегодня день, я не записывал блог, для блога ничего, настроение вообще вчера не было, прям настолько упадническое, что сегодня мы целый день пытаемся сделать хоть какие-то документы, и я сейчас вам все объясню, что это значит, и как вообще так получилось, когда мы вышли из американского бордера, или по-простому изолятор временного содержания, запомните, называется бордер, сейчас мы находимся, это какой-то, это Лос-Анджелес, это студио-сити район называется, так вот вчера, ой, не как вчера, когда мы вышли из бордера, нам из всей группы, которая, вообще два автобуса вывозили ребят, то есть из всей нашей группы, которой мы знакомы, да, русскоговорящих, только мне и Даше не выдали паспорта, не вернули, и как оказалось, не выдали даже еще карточку специальную дают, которая, типа, разрешается здесь, ну, типа, ее можно показывать, она как некий такой ID твой, здесь, в Америке, без ID, считай, что у тебя вообще нет никаких документов, здесь либо драйвер-лайсенс, либо там ID какой-то с фоткой, короче, ну, что-то с фотографией, номером, какая-то пластиковая карточка должна быть, у нас такого нет, и сегодня мы целый день пытаемся сделать документы, документы, адрес, короче, здесь, чтобы как-то что-то оформить, нормально по белой сделать, нужен адрес и так называемый ZIP-код, или как по нашему почтовый индекс, да, в России, здесь ZIP-код требуется везде и всюду, SIM-карта, нужен ZIP-код, Илюха вот заправлялся на заправке, даже на заправке, когда он плачевал карты, почему-то потребовался ZIP-код, не знаю почему, ну, короче, нужно понимать, что здесь ZIP-код требуется везде, нужно какой-то адрес, чтобы оформить адрес, нужно ID, чтобы оформить банковскую карту, неважно, даже дебетовую, нужно ID, либо паспорт, чтобы сделать водительские права, драйвер, лайсенс, нужен паспорт, либо ID, но чтобы оформить ID, нужен адрес, нужен номер телефона местный, но с этим я как-то решил, ладно, и это замкнутый круг, чтобы оформить ID, нужно оформить кучу всего остального, но чтобы ту кучу всего остального оформить, тебе нужен ID, и все, мы сегодня были в ДМВе, пытались, типа, выпросить, ну, как выпросить, пытались оформить, типа, ID хоть какой-то, ну, вот все наши документы, вот исток единственный, который нам дали, у нас больше ничего нету, нам сказали, что вот, это ваш паспорт, типа, ничего у нас не вышло, сейчас мы приехали делать себе адрес, регистрировать, посмотрим, что из этого хоть получится, хотя бы самое меньшее, сделаем адрес, возможно, может быть. Мы, короче, оформляем себе адрес, чтобы там все документы приходили туда, все, ну, бредовость в том, что для того, чтобы оформить адрес, нужен адрес. Еще не совсем понятно, можно ли нас поздравлять, но вроде как одно дело мы сделали, мы оформили себе адрес, реальный адрес, все там с улицей, со всеми делами, то есть как нужно, с зип-кодом там, короче, все как надо, не просто какую-то где-то там ячейку, а у нас прям реальный, настоящий адрес, все, мы это сделали, нотариально там заверили, короче, все хорошо, все классно, ну, в теории, не знаю, как на практике покажется, конечно, вся эта история, вот, стало нам все это порядка, оформление порядка 150 баксов, ну, что поделаешь, надо делать, без этого никуда. Да, ладно, продолжаем дальше наш квест, поехали мы пытаться что-то еще оформить сегодня. Ну что, Чейзбанк мне отказал в открытии счета, карты и так далее, то есть даже дебетовую не могу открыть, не то, что там кредитная, об этом типа можно мечтать. Вот, ребята сидят, люди кушают, я еще не ел сегодня, надо поесть. Так, ну, будем пробовать дальше, они говорят, типа, вот этот твой договор, ну, типа, аренда не канает такой, нужен, типа, какой-то другой с подтверждениями Билла, ну, типа, с подтверждениями, там, оплаченной коммуналки, ну, что мне, месяц ждать, пока коммуналка придет. Ну, будем пробовать дальше, что-то делать еще, без вариантов. В банке надо мной ржут, ну, мы как бы смеемся, хи-хи-ха-ха, им-то, блин, смешно, а вот мне вот ни разу. С моим набором документов я им тут, как это, краш-системы делаю, ну, то есть у них ломается. У них есть определенный список документов, ну, типа, паспорт, айди, там, если ты иностранец, то хотя бы виза, там, ну, вот эти все дела. А у меня же этого ничего нет. Вот есть дядечка с усами. И этот самый. У меня же ничего этого нет. Вот. И у них крашится система, что со мной делать. Вот. Они что-то смеются, захочут. Сказали, короче, вот, один из банков, вот сейчас, который был, записали мой номер телефона, типа, в понедельник тебе позвонят, ну, поговорят. И, типа, это самое. Возможно, о чем-то вы поговорите, короче. Типа, на русском сотрудник придет в понедельник, сегодня ее, говорит, нету. Вот. Я, в принципе, настолько уже прям понимаю, что они говорят. Я без переводчика реально понимаю все, что мне говорят. Вот прям говорю, как есть. Что интересно, если так и дальше пойдет, то английский быстро втащится. То есть, я, в принципе, говорю, ну, показываю, меня понимают, и все, что мне говорят, я, прямо, ну, understand. Типа, ну, проблем. Короче, ничего не открыли, ничего не сделали. Они еще ржут над моим адресом. Типа, ты в коробке живешь? Я говорю, нет. Говорят, это реальный адрес. Вот. Ну, короче, легализация здесь, это жесткая хрень. Я понимаю, что сейчас многие мне там будут писать, Макс, нахрен тебе это надо, делай вот так. Я вот там приехал тогда-то, надо делать вот так. Вы не я. Вы живете не как я, делаете не как я. У меня есть свои планы, цели, задачи и так далее. Я хочу так, как я хочу. Я понимаю, что здесь все по-другому. Я понимаю, что реальность здесь совершенно другая. Но, кстати, один из аспектов. Макс, иди работай, Макс, иди работай. Да он охрене, что он работать не будет. Все, блядь, за меня знает. Вот все за меня знаете, да, работать я не буду. Я уже здесь устроился на эту самую, на металлобазу почти. Но пока не до нее сейчас. Все, нам тупо жить негде. Вот. Не нужно там за меня ничего придумывать, додумывать. Хотя это ничего не повлияет. Все равно все за меня все знают. Как мне нужно делать, как нужно поступать и так далее. Не, ребят, которые дают реально дельные советы, которые мне пишете, которые реально выручают. Вы красавчики, они про вас. Я про теоретиков, диванных экспертов, которые всегда знают. Короче. Хочется максимально все сделать по белой. Я говорю, из всей нашей группы, которые мы проходили вместе, у нас самая геморройная ситуация с декумасами. То есть вот прям самая, которая вот существует, она у нас. И как вам сказали, это типа нормальное явление, типа ничего такого в этом нет. Типа там бардак полнейший. То, что вам не доделали каких-то документов, они где-то затерялись, это типа обычная практика. Ну, то есть где-то потерялось, ну, типа принимай это как есть. Ну, им-то там где-то потерялось, а нам-то жить надо как-то. Ладно. Продолжим дальше. Посмотрим, что будет. Сегодня пятница. Наступают выходные. Не знаю, когда у меня будет силы смонтировать и выложить. Не знаю, какой день вы смотрите. Но наступают выходные, равно хреново. Выходные вообще ничего не сделаешь. Ненавижу выходные. Терпеть не могу, когда кто-то не работает. Ладно. Пойду найду девчонок, которые меня сюда привезли. Поеду с ними куда-то.